В Усть-Порозихе Шипуновского района начался ремонт единственной школы. Этого в селе ждали 15 лет. Успеет ли сдать объект к 1 сентября? Юлия Останкова оценила готовность. Стук молотка и жужжание дрели здесь только радует слух. На радость детям и учителям в Усть-Порозихе наконец начали ремонт Войковской школы. Впервые за 42 года. Находиться под ее крышей стало не только некомфортно, но и небезопасно. Без того непростую ситуацию усугубили летние проливные дожди. В конце июля, когда потолок школы вот-вот мог обрушиться, строители приступили к работе. Своими силами мы перекрыли частично крышу, но опять же это все выдержало всего 3 года. Из-за погодных условий, из-за проливных дождей мы не могли начать ремонт ни снаружи, ни внутри. На просьбу о помощи родителей и педагогов откликнулась администрация Шипуновского района. На ремонт школы из муниципального бюджета выделили более 400 тысяч рублей. Помимо работ на крыше ведется косметический ремонт в кабинетах. До 1 сентября чуть больше недели. Родители переживают, что стройку завершить не успеют. Идет на вторых этажах, на крышах идет ремонт. Мы боимся, что могут пострадать наши дети. Задача у нас к 31 августа сдать полностью объект, чтобы ребятишки смогли зайти и спокойно учиться. Чтобы успеть срок, строители работают по 15 часов в сутки. Так что Войковская средняя школа распахнет свои двери в День знаний. 39 учеников начнут новый учебный год в обновленном помещении. Юлия Останкова, Татьяна Дроздова, Ольга Суслова, Дарья Андреева. Новости.